Мой оператор посмотрел сотни видео с тренировками черных парней из Нью-Йорка и отобрал 10 самых интересных и необычных вариантов подтягиваний, которые я сегодня попробую повторить. Давай список. Скинешь на телефон, короче, и начинаем. А, что-то интересно. На руках ходят, да? Окей, развернулся, развернулся еще раз. Но у него руках ход раза в два длиннее, чем у нас, поэтому я сделал только половинку этого. Просто вот один разворот и одно подтягивание. Ну, тоже, кстати, ничего сложного, мне кажется, еще. Не, ну, на самом деле интересная штука. Она добавляет разнообразие. Плюс дополнительно тренируется хват, тренируются предплечья, потому что ты тоже постоянно перехватывался, в отличие от обычных подтягиваний. Ну, интересная штука. Интересная. Буду добавлять в тренировки свои. Ну, короче, понятно, подтягивание. Подтягивание с угловым квадом сейчас. У нас здесь нет, конечно, никаких фонарей, фонарных столбов, на которых можно это делать, поэтому на руках ходят. Вот такая тема. У меня есть два предположения, почему он потягивался на фонаре и почему именно таким хватом. Первое, это то, что в 90-х в Нью-Йорке не было уличных спортивных площадок, как у нас здесь. У них и сейчас-то нет такого количества площадок, как в Москве. И поэтому приходилось использовать конструкцию уличной, такой гетто-воркаут. И второе предположение, это то, что таким хватом хорошо тренировать бицепс. То есть, основной хват на бицепс нижний. И сразу вот, если положить руку на мышцу, повернуть руку, повернуть предплечье, увидите, насколько напрягается сильно вот просто мышца. Развернули обратно, повернули, она напрягается. Но с нижним хватом есть проблемы с плечевыми суставами. Если вы вот так висите, неестественное положение плечевого сустава, он выворачивается и может привести к травме. А вот таким хватом под 45 градусов с одной стороны бицепс напрягается, а с другой стороны он почти такой же естественный, как и нейтральный хват. И никаких проблем с плечами его не будет. Так, подтягиваем бариллы. Да, окей. Окей, да. Четко делает. Четко. Получается у вас, действительно. Самое сложное, наверное, будет не терять высоту. Я видел, как в инете другие люди делают, и они теряют высоту. Тянулись. Больше спина работает. Я думал, что это вот чисто на бицепс, а у меня больше вот широчайших забиваются, именно, когда так делают. Ну, не знаю. Зачем так делать, не знаю, честно. Ну, для дополнительной прокачки спины можно, да. На бицепс есть получше упражнение. Потом, может, покажу как-нибудь изолирующие на бицепс. Ну, прикольно. Блин, что? Нет, просто он настолько круто подтягивается, что это надо пересмотреть еще разочек. Да, блин. Если я навернусь, это будет твоя вина. Блин, я такую штуку даже не пробовал никогда. Похоже? Похоже. Как-то прям назад уходит так, я не знаю, как это сделать. и не набернулся. Ну, типа того. Это пока самое сложное, что мы делали. И в плане нагрузки. Да я просто не понимаю, как это сделать. То есть тебе надо очень резко вырвать себя наверх, при этом одновременно уйти назад, при этом еще отпустить руки, потом еще успеть схватиться. Что это вообще такое? Не, ну я согласен, да. В плане прокачки, наверное, ты прям спину как подводящий там к переднему, виску ко всему. Это круто. В плане, можно руки не отпускать, чтобы не навернулся. И упражнение прикольное, но мне тупо не хватает сил, чтобы его сделать. Может попробовать. Напишите в комментариях, если кто попробует, и у кого получится повторить. Блин, будет интересно посмотреть на это. Так, что дальше? Если ты планируешь тренироваться на улице не только осенью, но и зимой, то самое время заказать тебе новую зимнюю одежду из коллекции Север в магазине Workout. Теплая, широкая, удобная. И доступна сегодня в двух цветах. В этом году есть черный и есть синий комплекты. Так что убирай, какой тебе больше нравится, заказывай и тренируйся даже в минус 20 с комфортом. Ага, 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 ага. Бон? Ну, да, ну что? Очередной повод расстроиться, что у нас такие короткие рукоходы в стране. Вот у черных рукоходы длинные, а у белых почему-то рукоходы короткие. На что намекаешь? Я на рукоходы намекаю, понимаете? Что как бы там длинные они, а тут короткие. Так. Короче, то есть, он вот так сделал. Так. Типа того. Ну, как я и предполагал. Нейтральным хватом подтягиваться вообще легко. Крестным... Не очень понятно, потому что тебя начинает закручивать, у тебя либо одна рука вперед уходит, либо другая рука вперед уходит. Нагрузка на плечи повышается. И вот сохранять именно эту стандартность, равномерность, чтобы тебя не разворачивалось тяжело. Но в целом... Ну, такое себе упражнение, я не знаю. Ну, его вначале подкинули как гимнаста. Блин, это смешно. Так. А, Кейтам. Иди побежать, да? По турнику, по кругу и бежать. Упражнение. Ну, бестолковое. Оно... Понтово, наверное, выглядит. Да, это да. Это действительно такой, типа, гетто-воркаут. В плане тренировки... Ну, блин, то же самое печатную машинку можно делать. И точно так же будут задействоваться плечи и спина. А вот эти... Ногами перемещения... Поскольку ноги не поднимаются выше 90 градусов, и у него тоже они не поднимались, то пресс не работает. Поэтому просто понтовое красивое упражнение. Уличный тренер. Ну, а толку именно в нем, наверное, чисто для видосов. Чисто для видосов. 309, типа. Гетто. Окей, так, и... Он висит. А-а-а! Типа, как у трамвая вот эти штуки, да? Как они называются? Антенны, да, у трамвая. Это может быть интересно. Так, значит, он повис. Потом... Это намного тяжелее. Я не знаю, видно ли, что мне очень тяжело. Ух, ешкин го! Как я еще хочу сделать? Мне больно. Огонь! Очень классная тема. Очень классная тема. Главное, что ты не используешь спину, ты именно пытаешься за счет бицепса и за счет плеч согнуть их, а спина у тебя вообще не работает. И поэтому очень большая нагрузка ложится. Очень круто. Я прям... Хороший спин. Буду делать. Но еще есть несколько упражнений, но надо их попробовать тоже. У-ху-ху-ху. Если тебе нравится это видео и ты хочешь, чтобы больше таких роликов выходило на ютубе, то поддержи наш канал. Самый простой способ это сделать это подписаться на него и включить колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о новых роликах. И когда ты увидишь, что мы что-то новое сделали, просто включай видео на заднем фоне, чтобы оно проиграло от начала и до конца. Это самая лучшая поддержка для нас. Но если хочешь поддержать рублем, то ссылка на Patreon будет в описании к ролику. Сейчас глянем, что это такое. Сначала посмотрим рекламу кошеринга, конечно. Ага. Ага. О, это не сложно. Так, что он делал, короче? Он уходил назад и пресс. Типа. Ну, не сложно. Прикольно. Большей степени прикольно. То есть, я не могу сказать, что пресс забивается или что спина качается. Но если делать какие-то связки, как вот черные парни делают, да? Афроамериканцы. То для связок прикольная тема, потому что она задает динамику. Ты прям можешь потом на выход уйти или куда-то развернуться. И это здорово. Но с точки зрения именно упражнения, прокачки мышц, такое себе, такое. Фрагменты с фильма «Не отступайте, не сдаваться». С Майклом Джеймом Уайтом. Ага, так. А, окей. Да, окей, хорошо. Типа того. Ну, я повторял, как на видео сделано, чтобы. По-хорошему-то надо полностью руку выпрямлять и повыше немного делать. Да, это упражнение действительно... Действительно хорошее, действительно эффективное. Одно из немногих, которые позволяют накачать сильно направлено плечи на турниках. Поэтому тренировать его стоит. Блин, ну это смотреть даже страшно. Ладно, попробуем. Необычное ощущение. Очень необычное. У меня там задница не поднималась, я ровно. Я не разглядывал. Сори. Ну, короче, смысл в том, что я видел, как некоторые пытаются делать это упражнение, они вместо того, чтобы сгибать руки и подтягивать, я просто задницу наверх поднимаю, одну касание с перекладины, и все. Ну, тогда оно несложно. А вот если тебя нужно именно вытянуть, то это тяжело. Почему тяжело? Я не знаю. Сейчас я еще раз попробую. Это просто тяжело. Я не знаю, просто тяжело. Просто тяжелое упражнение. А раз оно тяжело, его надо делать. Ух, и тогда будут результаты. Я не знаю вообще. Так, из тех упражнений, что я сделал сегодня, номер один, это, конечно, трамвай. Не знаю, почему он так называется, но реально очень крутое упражнение, которое я добавлю в свои тренировки. Что касается других упражнений, то это напоминает мне хип-код. Много понтов, но мало дела. То есть они выглядят действительно круто, но в плане эффективности отстают даже от стандартных подтягиваний, отжиманий и их более сложных вариантов. Поэтому хотите получить удовольствие от тренировки, поразить своих друзей, можно их делать. Хотите прокачать мышцы? Не, надо выбирать проверенные вещи. А если тебе понравился этот ролик, и ты хочешь увидеть еще один в таком же стиле, например, 10 отжиманий на брусьях, которые делают негры из Нью-Йорка, то пиши в комментариях, и мы его снимем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова